Давайте начинать. У нас сегодня с вами даже будет презентация, надеюсь, вам ее видно. У нас солнце сегодня как раз, но вроде как видно. Мы сегодня с вами говорим о главном таинстве церкви и объясню, почему именно эта тема у нас сегодня. В прошлый раз мы с вами разбирали устройство церкви, что такое церковь, то есть поговорили о сообществе в целом, а с сегодняшнего дня и дальше в течение нескольких занятий мы будем говорить о том, чем церковь живет, вокруг чего она строится и в чем суть всех церковных собраний. Соответственно, поскольку главное, вокруг чего стоит церковь, это по сути своей таинство, то именно о таинствах мы и будем говорить. И я думаю, что ни для кого не секрет, что главным таинством церкви считается Евхаристия, и поэтому сегодня у нас будет занятие делиться на две части, по сути. Мы сначала поговорим вообще в целом о том, что в церкви понимается под таинством, а потом перейдем к тому, что такое Евхаристия, как она возникла, как она изменялась, развивалась. В следующий раз мы будем, в следующий вторник, мы будем читать, ну, смотреть прямо на текстах последований Евхаристии, что оно значит, и, в общем, подтверждать какие-то данные, которые мы сегодня узнаем в ходе сегодняшнего занятия. Итак, что такое таинство? Можно следующий слайд? Как всегда, у нас прежде всего стоит разобраться с историей слова. В русском языке, в принципе, слово достаточно понятно. Оно восходит к греческому слову «мистерион», «мистерия». И это слово переводится как «тайное священное действие», «таинство», «мистерия», «тайный секрет». И вообще, таким словом обозначалось целый обряд в древнем язычестве. Может, тоже следующий слайд? Который прямо так и назывался, на русский язык переводится «античные мистерии». По сути своей, это некая религиозная мистическая практика, совокупность тайных культовых мероприятий, посвященных божествам, к участию в которых допускались лишь посвященные. При этом происходящее на них держалось в строгой тайне, в строгом секрете. Соответственно, примерно так понимает мистерию античный мир, в котором, соответственно, зарождается христианство. И любопытно, что раннее христианство, оно с одной стороны отчасти повторяет эту схему. То есть, если мы вспомним самую раннюю Евхаристию, самые первые собрания христиан, то они тоже, к участию в них допускались лишь посвященные, те, кто крещен в церкви. Не было такого, чтобы храмы были открыты всем. Ты крещен, ты можешь прийти, собрание тайны, но это было в основном связано с гонениями, а не с восприятием того, что это что-то недоступное для всех. Наоборот, войти мог каждый, но непосвященных все-таки их не пускали. Поэтому некие переклички с античной традицией есть в истории христианского таинства, но эти переклички, они, как увидим дальше, не стопроцентны. Соответственно, следующий слайд можно? Когда мы говорим про христианское таинство, мы имеем дело не совсем с античной мистерией, а с чем-то значительно большим. Помните, мы с вами говорили о том, что Христос, приходя в мир, он стирает эту разницу между профанным и сакральным, стирает в определенной мере разницу между небом и землей. И поэтому христианское богословие, оно чаще под таинством понимает не конкретные какие-то культовые действия, которые совершаются в храмах. Христианское богословие в своей истории. А встречу Бога с человеком. И насколько возможно в земной жизни единение с Ним. Вот так митрополит Иларион Аватфеев в своей книге «Таинство веры» определяет, что такое таинство в православном богословии. У нас сегодня с вами, мы чаще всего слышим слово «таинство» именно относительно каким-то действиям, которые происходят в храме. Там Евхаристия, крещение, покаяние, участие в таинствах, говорим мы. Но любопытно, что в истории, да, опять же, формирование понятия «таинство» вот в таком смысле, оно происходит не сразу. Поначалу, как мы вот видим, называется таинством все христианство. Следующий слайд можно? Многие святые отцы вкладывали именно широкий смысл. Вот список сейчас будет на экране того, что называли таинством. Воплощение Христа, его спасительное дело, его рождение, смерть, воскресение, другие события его жизни, саму христианскую веру, учение, догматы, богослужение, молитву, церковные праздники и священные символы. Соответственно, понятно, что как бы вот этот смысл слова в христианстве значительно более широк, чем просто какие-то обряды. И нам это важно, когда мы будем дальше говорить о таинствах, потому что вот это выделение каких-то семи отдельных событий, оно относительно позднее, и нужно понимать, что все-таки христианство скорее понимает всю жизнь, все богообщение как таинство. И сказать, например, что покаяние — это таинство, а молитва, например, что это? Это не таинство, да, если мы обращаемся к Богу. Если Бог нам отвечает, если мы слышим Его присутствие в этом мире, если мы видим красоту вокруг. Все это тоже может быть названо таинством, потому что все это приближает человека к Богу. И поэтому в широком смысле таинством могут быть названы все взаимоотношения Бога и человека. Итак, следующий слайд нам показывает очень интересно как раз историю. У нас немножечко там не видно самый интересный последний столбец, но как раз современную традицию, мы про нее много будем говорить. А нам показывает этот слайд, как вообще менялось восприятие таинств на протяжении истории. Что у нас тут видно? Видно почти все. Как видите, сегодня мы имеем дело в основном с семью, точнее, как вы не видите, мы имеем дело сегодня с семью таинствами. Крещение, миропомазание, Евхаристия, покаяние, брак, священство и елеосвящение. Вот они здесь сверху все приведены. Но церковная история знает, что некоторые авторы называли таинством еще, например, монашеский постриг, погребение, освящение храма. То есть, если мы уже переходим к каким-то обрядовым действиям. И когда мы смотрим на развитие, восприятие этих таинств, мы видим, что оно достаточно нелинейно. Нет такого, чтобы вначале было два таинства, а потом три, четыре, пять и наконец дошло до семи. Древняя традиция по сути своей в большей мере знает только два таких вот более-менее формализованных чинопоследования, которые считаются самыми важными таинствами. Крещение и Евхаристия. Крещение и вхождение в церковь, Евхаристия, жизнь в церкви. Собственно, дальше будем говорить сегодня про Евхаристию именно. В пятом веке церковный автор Дионисия Репагит добавляет к этим двум таинствам миропомазание и те таинства, те чинопоследования, которые сегодня не считаются в церкви таинствами, постриг и погребение. В девятом веке добавляется к этому еще священство. Кстати, любопытно, что священство в списке Дионисия Репагита как будто бы еще отсутствует. И, соответственно, мы говорили с вами, ну и будем еще говорить, что развитие освященства тоже, восприятие освященства тоже несколько менялось на протяжении истории. 14 век Григорий Палома вдруг снова называет таинствами в первую очередь крещение Евхаристию. И у нас лидер по количеству таинств это Иосиф Ифесский, который в 15 веке называет целых 10 таинств, добавляя к семи обычным постриг погребения и освящения храма. Ну и там дальше последний столбик современной традиции, которую мы уже упомянули. Соответственно, что нам важно здесь понять? Что представление о семи таинствах, как семи наиболее значимых событий, оно не железобетонное, это не догмат, это не что-то, что прямо вот необходимо верить только так и не как иначе. это достаточно гибкая история, которую, видите, разные авторы вообще по-разному представляли, и то, что сегодня распространилось именно на представление о том, что таинств семь, это скорее следствие школьного богословия, помните, мы говорили схоластика, школьное богословие, которое выделяет, структурирует, ну и поскольку как бы в учебниках догматического богословия, в семинариях преподают, в основном рассказывают о семи таинствах, то и закрепилось это представление, что таинств семь, но мы, резюмируя то, что говорили, можем сказать о том, что с одной стороны таинство это все богообщение, с другой стороны в церковной практике принято выделять какие-то отдельные чинопоследования наиболее значимые и называть их таинствами, какие это чинопоследования, тут уже возможна вариативность, но, к слову, вот эти два крещения и евхаристия, они, как вы видите, на протяжении всей истории присутствуют как наиболее значимые и это нам собственно и говорит о том, что является наиболее значимым в этом списке, все остальные они колеблются. Так, следующий слайд, который задает нам вопрос, что такое таинство? Мы с вами говорили, да, взаимоотношения Бога и человека, и как-то мы снимали одно видео с моим другом для канала на YouTube, и там мой друг произнес слова о том, что магии не существует, и в комментариях к этому видео задали очень интересный и показательный, на мой взгляд, вопрос, как понимать слова, что магии не существует, если нет мистики, как же возможны таинства. И здесь мы, по сути, сталкиваемся с таким, наверное, наиболее распространенным восприятием таинства, как чего-то магического, когда мы приходим к священнику, священник делает какие-то определенные действия, и мы что-то получаем. Ну, в общем-то, магия, она зачастую про это, да, мы приходим, не знаю, к шаману, к жрецу, жрец приносит жертву, которую мы не можем принести сами, потому что мы на ступень ниже его по отношению к Богу, и мы из-за этого получаем, там, не знаю, что у нас кто-нибудь выздоровеет, кто-нибудь исцелится, дождь пойдет или еще что-нибудь. И ровно это же понимание, достаточно языческое, распространено в христианстве, ну, ровно потому, что в христианстве много людей, которые мыслят достаточно язычески. А следующий слайд. Разберемся, давайте, в том, какие же отличия между таинством и магией. Магия – это как раз чисто греческое слово, которое переводится либо к магии, либо к колдовству, либо волшебству. И вот историю слова мистика мы уже с вами посмотрели. Оно переводится как тайна или секрет, что-то непонятное, что-то неясное нам, но не колдовство и волшебство, да, разные смыслы. А вот в том вопросе как раз была путаница. Как вы понимаете, что магия не существует? Если нет мистики, то есть эти слова слились в вопросе, то как же существует таинство? И как раз христианство вам скажет, что мистика, она, конечно, есть. Мистика, кстати говоря, тоже слово достаточно опорочное. У нас мистика часто с эзотерикой какой-то с оккультными практиками ассоциируется. Но мистика это вполне себе нормальное обычное слово, которое просто означает некую тайну, что-то непонятное человеку. А вот магия, она понимает больше волшебство и колдовство. Можно следующий слайд. Вот нам очень важно разобраться, прежде чем мы будем говорить о таинствах с тем, какие отличия между этими двумя понятиями. Все, что их объединяет по сути своей, это наличие связи сверхъестественным с тем, что превосходит наше понимание. И таинство возводит нас к Богу. Магия, она в определенной мере тоже связывает нас с чем-то нам непонятным, превосходящим нашу природу. Но в остальном эти два понятия диаметрально, можно сказать, противоположны. Таинство это всего лишь способ общения Бога с человеком. Ну, то есть, своего рода язык, на котором мы разговариваем с Богом. Это средство, это возможность прикоснуться к Нему, возможность жить христианской жизнью, жить рядом с Богом. Магия же предполагает попытку подчинить силы природы и Бога. Ну, то есть, если мы вспомним любые заклинания, обряды, вспомним, как будто мы их знаем, надеюсь, не знаем. Но в любом случае, то, что мы знаем о язычестве, мы знаем, что суть магических обрядов в том, чтобы что-то получить от неба, добиться своей цели. И в этом случае Бог, высшие силы, они сами по себе не интересны. Интересно лишь то, что они могут дать. А здесь же мы имеем дело именно с интересом к высшей силе, с интересом к Богу. Из этого следует то, что ниже. Свобода в выражении мысли характерна для таинств. То есть, понятно, что у нас сегодня многие чинопоследования зафиксированы в текстах, но это не значит, что эти тексты не могут отличаться. Если вы там придете, пришли бы в греческую церковь, то вы бы услышали, что некоторые слова, некоторые детали там отличаются. Некоторые поряды богослужения отличаются. На протяжении истории выражение мысли в таинствах оно тоже постоянно менялось и развивалось. Для такого же магического восприятия характерно именно важность правильных формул. Если вы неправильно произнесете заклинание, то оно не сработает, а еще и того хуже получите как там в песенке вместо не помню песенку. Вы, наверное, примерно понимаете. Следовательно, таинство также не привязано к местам и предметам. Мы, опять же, привыкли к тому, что таинство обычно всегда совершается в храме. Но христианство говорит о том, что это совершенно необязательно, потому что таинство может быть совершено и в лесу, и в тюрьме, и дома, в частном доме каком-нибудь, даже и в харистии. Но это не важно. Для магического восприятия важность священного места и священного предмета крайне важна. Опять же, вспоминая все истории про магию, волшебные палочки, она должна быть соответствующей и так далее. Ну, это понятно, что поздний образ в освоенной палочке, ну, там, не знаю, бубны, правильные одежды, правильная внешность. Ну, и все это, резюмируя, можно сказать, что таинство для христианина это в первую очередь про интерес к личности Бога. Интерес не к тем способностям, не к тем возможностям, который характерен для магии, а именно к самому Богу. В определенной мере таинство это про общение с Богом как с личностью. Магия же это такой вот потребительский несколько, потребительский несколько подход к Богу и к высшим силам. И, конечно, магическое восприятие таинства в церкви очень часто встречается. очень часто люди понимают таинство ровно вот как в этой колонке написано. Именно поэтому нам важно разобраться в том, что говорит богословие и что характерно просто для народного языческого восприятия. Потому что естественно нам хочется жить хорошо эту жизнь, естественно нам хочется найти какие-то особые силы, которые могут в этом помочь. И поэтому когда у нас язычество внешне ушло, христианство и христианские практики наделились тем, что было когда-то в язычестве. Отсюда множество забавных историй, вроде того, как один священник рассказывал, что он во время чтения молитвы Евхаристии там одна молитва была вставлена достаточно поздно, и он ее пропустил, потому что знает, что она разбивает другую молитву, вторгается немного в другие смыслы, и он пропустил эту молитву, и алтарник рядом с ним такой, батюшка, батюшка, вы забыли, вы забыли молитву прочитать. И это такой пример, да, как понятно, что если у него такой страх, то скорее всего он придает огромный смысл тому, чтобы все было прочитано так, как написано. И естественно, да, скорее всего, человек не осознает даже того, почему он так мыслит, почему он так воспринимает, но за этим стоит именно такой подход. Ну, или там, не знаю, чтобы храм был правильно освящен, правильно сделан, правильно построен, а вот если иконостаса нет в храме, это сразу там плохой храм, и благодати там вообще не будет, таинства там не совершаются. Такого в интернете много, такого среди верующих можно встретить часто, но для христианства это на самом деле не очень характерно. Следующий слайд. мы также, прежде чем перейдем к разговору о таинствах, скажем о том, в таком схоластическом моменте, что в таинствах можно выделить по сути свои две стороны. Видимая, ну, некая форма, которая это таинство обрамляет и осуществляет, и невидимая, которая происходит в душе человека, происходит в отношениях между Богом и человеком. и здесь, наверное, даже сложно сказать, какая из этих сторон важнее. Скорее, все-таки невидимая, потому что мы знаем, что иногда без видимой части все равно человек меняется, и отношения с Богом меняются. Но поскольку мы люди духовно-телесные, да, у нас есть и душа, и тело, мы двусоставные в этом смысле существа, то нам, естественно, важны обе части. Почему? Потому что, допустим, с тем же, возьмем, в качестве примера, покаяние, наиболее такое дискуссионное среди некоторых людей таинства. Казалось бы, да, что мешает, вот я раскаялся, да, я изменил свою, изменяю свою жизнь, я хочу жить по-другому, почему я хаюсь перед Богом, и почему мне этого должно быть недостаточно, зачем мне еще, не знаю, приходить к священнику и рассказывать им о чем-то. Мы поговорим еще о смыслах этого, но по сути своей видимая сторона это некий внешний жест, который должен нам же помочь с завершением внутреннего процесса. В качестве аналогии можно привести, любой пример, не знаю, из любви, когда мы говорим о том, что кого-то любим, это проявляется в наших делах, и когда мы что-то думаем, это всегда отражается на наших действиях. Или даже, например, когда мы что-то празднуем, тоже другой пример, мы всегда украшаем дом, чаще всего. для чего? Это тоже по сути своей излишество, это что-то не особо нужное, потому что событие же произойдет и без этого, день рождения произойдет и без наших украшений, и без подарков, все равно день рождения, все равно праздник. Но для того, чтобы больше почувствовать дух праздника, для того, чтобы больше проникнуться им, мы это делаем. И если мы этого не делаем, мы иногда начинаем прекращать чувствовать и праздник в этот день, и какие-то внутренние, вот эту внутреннюю радость. Вот этот пример с украшениями, мне кажется, очень хорошо показывает с одной стороны значимое, и с другой стороны место видимой стороны. Конечно, видимая сторона не самая важная, важнее радость, которая стоит за ней, но иногда отсутствие видимой стороны приводит к отсутствию и невидимой. А иногда иногда нет. Поэтому в таинствах точно так же. Иногда человек может внутренне раскаяться и без покаяния кому-либо. Вспомним ту же самую, не знаю, Марию Египетскую историю о ней, когда она ушла в пустыню, она ни у кого ни благословения не брала, ни в каких таинствах не участвовала, лишь перед смертью уже причастилась. Но, естественно, что ее внутреннее покаяние было достаточно сильным и достаточно настоящим. Но это эксклюзивные такие случаи. В нашей повседневной жизни важны обе стороны. Следующий слайд и, пожалуй, сразу два. Важный вопрос, кто совершитель таинств? Ответ на него озвучим сразу. Совершителем таинств является, согласно христианскому богословию, Бог. Не священник, не епископ, Бог. Потому что, опять же, взаимоотношение человека с Богом это всегда что-то внутреннее, личное. Священник здесь либо икона Бога, либо, ну, чаще всего просто икона Бога, который нам помогает, опять же, вот этим видимым образом представить присутствие Бога. таинства совершается в первую очередь именно самим Христом. Вот это то, что важно было сказать о таинствах и те важные нюансы, которые стоило подчеркнуть. Никит, можно следующую презентацию, наверное, открывать про литургию. Есть ли у вас пока какие-то вопросы про таинства, мысли, непонимания? Что это? Соответственно, хорошо, да, можно в любом случае, если вопросы и несогласия есть, то копите их, в конце обсудим. Тогда давайте перейдем к тому, что такое литургия. По сути своей, когда мы говорим о таинствах, мы говорили, что самым значимым таинством, хотя и не самым первым для человека, является Евхаристия или как мы чаще называем ее литургией. И прежде всего опять разберемся в том, в чем разница между этими терминами. Можно следующий слайд. Когда мы говорим о литургии, мы по сути своей говорим о произносим греческое слово, которое переводится как общее дело, служба или служение. Вот словарная статья, которая нам перечисляет значение этого термина. Вообще литургия для греков это общественная повинность. То есть в Афинах все граждане с имущественным цензом не ниже трех талантов, это из словаря читаем, должны были в порядке известной очереди выполнять за свой счет регулярные литургии. Литургия как некое служение обществу, если у тебя есть имущество, ты должен что-то для общества сделать, чтобы оно жило нормально. Отсюда же другие смыслы. Государственная служба, общественная работа, работа, функция, культ, служба, служение. Это уже больше характерно для именно дальнейшего христианского контекста, культовое значение, это определение словаря, служба, служение, ну или услуга. Соответственно, когда мы с вами говорим о литургии, мы говорим о в целом собрании верующих, которое собирается для общего дела, для чего-то их объединяющего. Другой же термин, следующий слайд, евхаристия, переводится точно так же с греческого языка, как благодарение. Ев, это приставка благо, харизма, харистия, это дарить, дарение. Харизма, кстати, да, это тоже дар из греческого. Соответственно, это благодарность, признательность, воздание благодарности или благодарение. И евхаристия, это то, что совершается на литургии. То есть литургия, это большое собрание, верующих для того, чтобы совершить евхаристию, то есть благодарение. Благодарение же Богу высылается за то, что он нас создал и за то, что он пришел на эту землю для того, чтобы умереть и воскреснуть ради нас и нашего спасения. Вот именно в этом суть благодарения, именно в этом суть основного таинства церкви. Это, кстати, тоже любопытно и особенно в контексте нашего разговора про таинство. Это не просьба, это не попытка чего-то добиться от Бога, не попытка куда-то прийти. Это просто благодарность. А благодарность, она в определенной мере достаточно свободна и она в отношениях в определенной мере равных часто бывает. Хотя здесь с Богом сложно сказать про равенство, но все равно это не попытка использовать, это попытка просто быть с Богом, сказать ему спасибо за то, что происходит. И именно поэтому и в святоотеческой традиции благодарение называется часто одной из высших форм молитвы, потому что в нем нет никакой корысти, в нем нет отношения к другому человеку, к другой личности, как к источнику его свойств. Там важна именно личность. И следующий слайд здесь у нас для того, чтобы различать, скажем про то, что такое причастие, чем оно отличается от того, что мы сказали до этого. Причастие это по сути свое принятие тела и крови Иисуса Христа, то есть это не вся литургия, не Евхаристия, а момент соединения, это русское слово, нам оно понятнее. Когда мы пытаемся сопоставить эти слова, то мы можем сказать о том, что мы приходим на литургию для того, чтобы совершить Евхаристию и как следствие причаститься, как следствие стать частью Бога и через Бога частью друг друга. Вот именно так соотносятся эти слова, это не синонимы, нередко термин причастия используется как синоним к Евхаристии, но, строго говоря, это именно само принятие тела и крови, хотя понятно, что использовать их могут по-разному. Следующий слайд, здесь просто вспомним то, что говорили в прошлый раз, о том, что церковь это именно собрание верующих, община, общее собрание, экклесия, место помещения для собраний, и когда мы эти слова все сопоставляем, то мы можем определить смысл литургии, следующий слайд, следующим образом, вот у нас как раз все попало примерно на стенд, литургия это таинство собрания верующих во главе с Иисусом Христом для воспоминания и благодарения Бога за смерть и воскресение Его Сына и для соединения с Ним и друг другом через причастие то есть мы с греческих слов которые нам зачастую непонятны перевели это все на русские слова таинство собрания верующих собрание верующих это церковь таинство церкви во главе с Иисусом Христом для воспоминания и благодарения для Евхаристии и для соединения с Ним через причастие вот в этом смысл евхаристического собрания в этом его суть ну и как вы видите да поскольку это собрание верующих некое общее дело оно естественно подразумевает что эти верующие так или иначе смотрят не только на Бога но и друг на друга это тот элемент который к сожалению в сегодняшней практике очень часто утерян и во многих храмах этого нет приходят просто просто помолиться просто причаститься друг с другом не будучи знакомы и это истории возникновения евхаристического собрания очень сильно противоречит потому что кто говорит что он любит Бога но не любит брата своего тот лжец говорит апостол Иоанн да и в данном случае когда мы собираемся на Евхаристию мы точно так же обращаясь друг к другу видя друг друга учась быть друг с другом мы в определенной мере через это тоже причащаемся Богу через это тоже соединяемся с Ним в совместном направлении в совместном благодарении это очень важный смысл и ну для себя например я могу сказать что я обычно если в храме вот этого нет если я иду в храм где никого не знаю мне сложнее мне сложнее просто потому что ну я молюсь Богу да я обращаюсь к Нему но понимая смысл собрания смысл литургии да и что там многие например обращения многие возгласы они именно на взаимодействие людей направлены этого очень не хватает и напротив наличие этого углубляет присутствие на этом таинстве углубляет его смысл следующий слайд поскольку мы с вами будем знакомиться с текстом литургии то важно сказать о том что текст литургии толкуется двумя способами обычно практическим историческим или аллегорическим то есть символическим о чем речь когда мы приходим на собрание мы имеем мы сегодня имеем развитые чинопоследования которые практически во всех храмах оно так или иначе одинаково и есть разные способы как объяснить почему вот это действие происходит сейчас это потом а это в конце один из способов это сказать вот исторически было так-то потом появились новые потребности у собрания и поэтому сегодня мы имеем такую форму а другой способ он говорит не пытается проследить историю мы говорим о том что вот малый вход к примеру когда священник выходит с евангелием заходит в алтарь это символ того как христос выходит на проповедь то есть это что-то отсылающее нас к духовной реальности к воспоминанию евангельских событий о солнце ушло и вот здесь важно их гармонично сочетать потому что они на самом деле друг другу не противоречат поскольку смыслами наделяем вещи мы так или иначе сами практически историческое толкование оно обычно объясняет нам происхождение того или иного чинопоследования то есть когда мы с вами сейчас будем говорить об истории литургии то мы увидим что практически не было каких-то действий которые родились ради того чтобы символизировать собой выход Христа на проповедь к примеру или ради того чтобы символизировать собой Иоанна Крестителя идущего перед Христом в основном все было связано с чисто практическими какими-то нюансами с целями задачами а потом когда практическая цель отмерла а обряд остался необходимо стало дать ему какой-то новый смысл дать новое понимание объяснить и начинает развиваться и формироваться способ толкования как аллегорически возводящий нас к духовному переходим к истории сразу два слайда можно рождение литургии вот собственно говоря следующий четверг великий четверг и будет оно вспоминаться по сути своей христианство говорит о том что тайная вечеря это первое и важно заметить единственное Евхаристия все дальнейшие литургии как христианство их осмысляет это именно мистическое то есть таинственное непонятное для нас присутствие на той самой тайной вечере которую совершил Христос нам сегодня с сознанием людей насквозь пропитанным линейным историческим процессом пониманием истории как чего-то развивающегося и движущегося представить это достаточно сложно для людей же средневековых к примеру ну и наверное античных это было проще потому что средневековое сознание достаточно религиозно и оно смотрит на мир именно из перспективы божественный есть бог да и для него вчера сегодня завтра это точки на одном листе и поэтому как бы да это не очень понятно как но богу возможно все соответственно мы присутствуем на этой тайной вечере вместе с апостолами вместе со всеми другими христианами и опять же отсюда да понятно что именно Христос совершает эту тайную вещь временно Христос все это произносит и именно отсюда вытекает дальнейшая роль священника который мы тоже помянем как просто иконы образа Христа который напоминает нам о том кто совершил первую Евхаристию нюансы этого этой первой Евхаристии они достаточно коротки совершена она Христом проходила время ужина да у нас с вами литургия совершается практически всегда утром первая литургия была совершена вечером и во время трапезы и участники возлежали и общались собственно говоря почему нам важно подчеркнуть было это чтобы в процессе дальнейшего анализа развития литургии понять что здесь самое главное что здесь вторичное совершенность Христом да и вот наличие этого благодарения наличие тела и крови это по сути своей единственное что в Евхаристии не изменяется все остальные нюансы да вроде того что перед Евхаристией сегодня принято не есть совсем что она совершается только утром что на ней у нас все обязательно стоят там молчат не разговаривают ни о чем это все то что на протяжении истории менялось и соответственно дальше если мы открываем с вами следующий слайд то видим что в первые вторую в первые второй века Евхаристия совершается ну примерно таким же образом как совершил ее Христос это ужин вот порядок совершения как мы можем вывести примерно из первого послания Коринфянам апостола Павла христиане собираются вечером обычно может быть ночью потому что где-то уже происходит начинаются гонения соответственно опасно собираться ну или на ужин просто потому что рабочий день бывает соответственно они собираются ужинают естественным образом на сбор они приносят с собой какую-то еду потому что ну чтобы не готовить принесли из дома дальше начинаются молитвы может быть о том кто болеет о каких-то проблемах церкви дальше идет благодарение Богу за то что он собрал их за то что он совершил и за то что произошло совсем недавно причастие и ну и все заметьте здесь даже еще нет никакого чтения описания хотя возможно оно было Ветхого Завета потому что Нового Завета как вы понимаете еще нет потому что апостол Павел это сам Новый Завет впоследствии будет соответственно вот она суть благодарение и причастие ну и некие молитвословия которые идут после ужина возглавляется собрание председателя общины который может именоваться либо апостолом либо епископом либо пресвитером соответственно в зависимости от того кто пришел на собрание если апостол то конечно апостол и конечно здесь особенно важна идея единства общины вот именно про это апостол Павел пишет в первом послании к коринфянам может быть знаете цитату про то что те кто причащаются недостойно причащаются в осуждение у нас это любят цитировать по отношению к самым разным ситуациям там не знаю не прочитали молитву перед причастием вот соответственно причащайтесь в осуждение но апостол Павел это вполне конкретная фраза которая относится к тем кто приходит на собрание и не дожидаясь других начинает ужинать он обличает коринфян в том что они не уважают собрание были те кто более богат были те кто более беден и соответственно бедные приходили позже потому что они дольше работают и те кто более богат их видимо порой не дожидались и начинали трапезу съедали все что принесли а бедные иногда мало что и приносили и вот в этом было некое непонимание на самом деле сути церковного собрания как собрание равных где не важно сколько ты принес где не важно когда ты пришел важно чтобы все одинаковы перед Христом и именно поэтому если ты приходя на это собрание не считаешь себя равным другим считаешь себя выше других то это конечно существенное искажение церковного принципа следующий слайд в период с первого по вторую половину второго века евхаристический чин постепенно начинает усложняться причина этого вполне понятна вот мы с вами собрались к примеру вот сегодня представим себя в первом веке нужно ну как минимум должен быть должен кто-то приседательствовать и он должен что-то говорить но учитывая что общение каждый из вас тоже может сказать какую-то молитву псалом благодарение что-то тоже произнести а если сразу двое начнут это говорить ладно нас 10 или больше 15 это еще можно организовать а если 30 если 40 это уже сложно потому что потому что люди людей организовать всегда непросто и поэтому необходимо создать какой-то порядок необходимо его как-то прописать сформулировать он формируется не сразу первые благодарения они вообще еще своими словами от сердца хотя там фразная сие есть тело мое сие есть кровь моя это то что восходит к самому христу и видимо повторялось на всех евхаристиях но поскольку вот эта вот сложность собрания наличествует необходимо больше сформулировать как оно должно свершаться собрание и поэтому оно усложняется поэтому оно постепенно превращается в отдельный чин и что важно оно постепенно отделяется от трапезы опять же потому что христиане некоторые начали приходить просто поесть уже особо видимо не думая о боге не думая о смысле собрания и чтобы подчеркнуть значимость принятия тела и крови христовых принятия соединения со христом то евхаристия постепенно от трапезы отделяется следующий слайд рассказывает нам про второй и третий века здесь процесс собственно продолжается чинопоследование все дальше усложняется и по чуть-чуть начинает формироваться символическое толкование различных литургических действий как примерно выглядела литургия вот в этот период появляется уже чтение апостольских и евангельских отрывков и проповедь то что сегодня является центром первой части литургии которая называется литургия оглашенных кто такие оглашенные кто-нибудь знает не крещеные но заявили о желании креститься которые готовятся оглашение то есть подготовка к крещению и они естественно на этой части литургии присутствуют потому что слышать слово божие это и есть подготовка к вхождению в церковь дальше обязательно уход оглашенных потому что никто кто не посвящен вспоминаем то что евхаристия ранняя церковь она достаточно закрыта для внешних они не могут присутствовать на таинстве церкви потому что они не церковь еще уход оглашенных дальше некие общие молитвы и целование мира которая предваряет собой евхаристию целование мира это обряд когда все верующие друг друга приветствуют лапзанием он сохранился в современной практике от него сохранилось возглас возлюбим друг друга до единомыслием исповемы возлюбим друг друга или в другом переводе поцелуем друг друга сам обряд при этом ушел опять же в связи с тем что видимо в некоторых общинах возникали ситуации когда целование мира было не целованием равных а целованием какого-то там с каким-то может быть сексуальным подтекстом и соответственно его оно постепенно умерло хотя между священниками оно сохранилось если особенно на Пасху кто пойдет в открытые царские врата видно что понаблюдайте именно после возлюбим друг друга священники друг друга приветствуют целование и в некоторых храмах кстати сегодня оно тоже совершается приношение хлеба и вина с водой соответственно приношение хлеба и вина оно совершалось видимо после общих молитв приношения к столу и дальше благодарение и причащение те самые вот эти древние древние элементы следующий слайд рассказывает нам о характерных изменениях 4 века 4 век это эпоха жизни церкви которая изменила все практически кроме сути помним что 4 век это время когда церковь постепенно становится государственной к концу этого периода и во первых характерно для литургии то что постепенно систематизируются существующие чинопоследования опять же пока церковь была не общеимперской была разрозненной не возникало проблем с тем что в одной общине чинопоследование одно другое другое в третье третье в четвертое четвертое теперь гонений нет теперь есть общение и одни приезжают другим видят какой-то непонятный чин и хорошо если им просто непонятно а еще ведь естественно люди всегда люди и они могут сказать что а вы то неправильно совершаете вот нужно так совершать соответственно начинается некая систематизация наполняется литургия торжественными императорскими церемониями помните я вам рассказывал историю что там епископ один в конце третьего века поставил трон и завел канцелярию его община за это осудила и он был вынужден убрать это в четвертом веке это становится нормой и в том числе литургической нормой разделение на клириков и мирян клирики это соответственно те кто совершает богослужение миряне это те кто просто присутствует опять же для раннего для первых трех веков это не характерно потому что тот кто совершает тот кто произносит молитвы он их произносит а народ отвечает господи помнилуй аминь и даже есть там рассуждение некоторых авторов о том что как мы можем совершить евхаристию если народ не ответит аминь потому что народ это то же самое царственное священство те же кто присутствуют на собрании не просто как зрители а как тоже участники таинства но поскольку в церковь поток левых людей которым не сильно все это интересно и поскольку опять же имперская церемония подразумевает больше пафос и торжественность это расслоение начинает формироваться опять же не из каких-то плохих скорее побуждений просто из изменения эпохи и тоже четвертому для четвертого века характерно исчезновение общего причастия для ранней церкви вообще невозможно себе представить чтобы пришедший на собрание не причастился потому что приходишь то есть если не причастился ты оглашенный или кающийся уходи вместе с оглашенными и кающимися если ты остался на литургию верных слушал слово благодарения значит ты часть церкви если ты часть церкви то ты часть Христа соответственно причащайся но опять же церковь усложняется она становится более открытой могут прийти самые разные люди двери уже так просто не закроешь всех подряд всех не выгонишь и поэтому соответственно исчезает общее причастие об этом очень много сокрушается святитель Иоанн Златоуст к примеру он в своих трудах прям гневно обличает эту практику и возникают ну они наверное еще и до этого возникают но здесь особенно параллели с ветхозаветным храмовым богослужением мы сейчас с вами после того к историю посмотрим немножко поговорим про храмовое пространство вот в храмовом пространстве особенно это будет заметно следующий слайд на нем мы видим опять же примерный порядок литургии в то время сбор верующих в храм поскольку их уже много соответственно сбор занимает особый особый чин который у нас сегодня тоже вот малый вход исторический когда священник с евангелием выходит и заходит в алтарь тут же это исторический именно вход в храм а сбор верующих он совершается там или в притворе или когда они от одного храма к другому идут из разных чинов а малый вход это начало литургии древние и помните после малого входа там как раз поется приедите поклонимся тоже и приподем ко Христу это же песновение которое в начале службы поется вот именно по этому чтение писания проповедь обязательно вот кстати говоря тоже не знаю как в храмах где вы ходите у нас редко сегодня бывает проповедь после Евангелия но исторический проповедь именно здесь потому что первая часть литургии называется литургия слова литургия оглашенных отпуск оглашенных и литургия верных молитва о церкви целование мира евхаристии причастия то есть видите да как от нижних двух евхаристии причастия постепенно нарастает верхняя часть литургии дальше следующий слайд 5-8 века основные тенденции продолжения усложнения чина добавляется пение святой божьей любопытно да представьте себе только в 5 веке добавляется пение святой божьей единородной сыни херувимской замвонной молитвы различных частей литургии символы веры кстати говоря символ веры кстати говоря по-моему вот в этот период тоже добавляется исторически его не было внутри литургии опять же логично почему да символ веры он нужен для того чтобы подтвердить свою веру ее исповедовать если мы только что выгнали оглашенных какой смысл нам петь символ веры если все верные зачем нам его повторять но поскольку в храмах уже могут присутствовать самые разные люди то этот элемент вводится все больше отделяются служащие и молящиеся постепенно становятся молитвы евхаристии тайными слышали что-нибудь про тайные молитвы в евхаристии вот мы их посмотрим как раз следующий вторник у нас самая древняя часть литургии вся читается тайно священникам ее не слышат простые люди что опять же сложно себе представить в ранней церкви потому что это именно то на что должен народ отвечать аминь но они становятся тайными из с одной стороны опять же из-за того что народу неинтересно с другой стороны возможно храм большой плохо слышно и уже не пытаются громко их читать но и есть и момент такого излишнего охранительства к священным словам которые не должны слышать непосвященные потому что молящиеся уже воспринимаются как не совсем полноценные присутствующие и их участие в таинстве сильно меняется и развивается аллегорическое толкование литургии поскольку уже часть чинопоследования она потеряла свой первоначальный смысл в том числе малый вход уже не вход в церковь иногда а просто как у нас сегодня малый вход это просто взяли Евангелие вышли и положили туда же где лежало а исторически это взяли Евангелие там где оно лежит оно лежит не в алтаре и вместе со всем народом прошли в центр храма положили его чтобы его читать тот же самый великий вход когда чашу и хлеб и вино еще выносят то это был перенос хлеба и вина из места где его принес народ на престол сегодня это просто с жертвенника на престол где все уже готово следующий слайд 9 и 11 века тоже ключевые изменения в этот период появляется отделяется проскомидия кто знает что такое проскомидия вот да это что-то связанное с просфорами да просфора это приношение если перевести с греческого просфора помните фосфор светоносный люцифер светоносный фосфор фос это свет фор нести прос это приставка при фор ношение соответственно просфора это приношение исторически это вот то самое что приносили люди а приносили они хлеб и вино поэтому вино тоже могло назваться могло быть названо просфорой по сути своей а проскомидия это тоже принесение, это другой термин, который означает то же самое. И, соответственно, исторически это чин именно принесения того, на чем совершается литургия, в храмовое пространство, где там еще, соответственно, выбирали хлеб, который лучше, вино, которое лучше, этим обычно занимались диаконы, и вот когда, соответственно, выбрано, переносили в алтарь. Но поскольку теперь уже люди ничего не приносили к IX веку, все это готовилось заранее, как сегодня, то как бы и ушла потребность в том, чтобы приносить это во время богослужения, проскомидия, как подготовка, по сути, просфор, стала совершаться до литургии, и сегодня ее никто не слышит, никто не видит. Это совершает священник в алтаре с закрытыми царскими вратами, в храме обычно в это время читают часы, то есть вот перед началом литургии. Она формируется, это самая поздняя часть литургии, вот примерно в это время. Закрепляются антифоны перед чтением Писания, когда вы приходите в храм, помните, там «Благослови душа моя Господа» поется, и еще там несколько других писанопений, псалмов. Они закрепляются, уже более-менее формируется их чин. Исчезает чтение из Ветхого Завета. Любопытно, что древняя литургия, она имела в себе три чтения. Ветхий Завет, Апостол и Евангелие. Сегодня мы имеем, по сути, только Апостол и Евангелие. И окончательно отделяется пространство алтаря. В XI веке появляется завеса, которая полностью закрывает в некоторые моменты то, что происходит в алтаре, что, естественно, опять же, для I века совершенно непредставимо. Следующий слайд. XII-XIX века. Ну, по сути, литургия практически неизменно. Да, есть детали, которые изменяются, но ничего критически нового там не появляется. Дорабатывается храмовое пространство, и окончательно теряются еще некоторые смыслы, исторические смыслы действий, и, соответственно, наполняются эти действия уже какими-то аллегориями и аллегорическими смыслами. Ну, и следующий слайд. Наше время, XX-XXI века, оно может быть охарактеризовано как время возвращения интереса к истории и смыслам литургии, и активизация дискуссии о литургической реформе. Потому что вот то, что я вам перечислял, все процессы, которые происходили, они, очевидно, в некоторых случаях меняли достаточно важные принципы литургического собрания. И поэтому тот же собор Русской Православной Церкви 1917 года, он ставил тоже вопрос о том, чтобы пересмотреть чины последования тем или иным образом, чтобы вернуть какие-то практики, которые исчезли и которые сегодня были бы хороши. Наверное, эти изменения, они связаны с тем, что, во-первых, грамотность у людей повысилась, соответственно, мы лучше знаем теперь историю, вот, пожалуйста, мы здесь ее более-менее сейчас прошли, а во-вторых, с тем, что больше стало открыто исторических источников, которые нам рассказывают о том, как совершалась литургия, как она строилась раньше. Потому что, опять же, да, если там в X веке какого-нибудь, скорее всего, думали о том, что раз совершается так сейчас, значит, примерно так же совершалось и в апостольские времена. Сегодня мы прекрасно понимаем, что это очень разные истории. И следующую презентацию, в ней мы посмотрим красненько, как развивалось литургическое пространство, место, где, соответственно, совершается литургия. Сразу можно второй слайд включать. Сразу третий, повторяем, здесь что такое церковь. Про церковь мы уже сказали. Чем отличается церковь от храма? Тоже уже чуть-чуть разбирали в прошлый раз. Храм – это здание сооружения культового значения. В греческом это другое слово. Наос, ну, как и у нас, собственно, здание, жилище божества, место совершения культовых действий, священное место. Заметьте, да, христиане выбирают для обозначения своего собрания не это, место своего собрания не это слово, а именно церковь, потому что, опять же, да, церковь – это не место. У них, у христиан не используется историческое слово «храм» для обозначения места собраний, потому что мы не воспринимаем храм как жилище божества, и как священное место частично воспринимаем, но лишь функционально. Поэтому, соответственно, наос, да, это, как я уже говорил, да, в европейских языках оно чаще используется по отношению к языческому храму. Следующий слайд. Вообще для современной христианской архитектуры характерно влияние на храмовое пространство, с одной стороны, функции, и это больше исторические смыслы, символики, и сегодня больше символика влияет на то, как строят храмы, ну, и художественных особенностей эпохи. Именно поэтому храмы, да, они в разные века разные. Теперь следующий слайд. Как литургию совершали христиане первого… Где совершали литургию христиане первого третьего веков? Распространенное мнение, что в катакомбах, но все-таки нет. В катакомбах литургии не совершались. Обычно они совершались в домах членов общины, что вполне логично, да, опять же, потому что мы говорили, особое пространство не обязательно было, ну, и сегодня до сих пор в доме у кого-нибудь собирались, ну, обычно, естественно, у того, у кого дома побольше, соответственно, у того, кто побогаче, и внутри этого и совершали чинопоследования. Или с развитием, соответственно, христианской общины в специально перестроенных помещениях. Кто-нибудь, например, мог, если у него там два дома, соответственно, богатый человек, отдать свой дом для того, чтобы там совершалось литургическое собрание. Следующий слайд. Как раз вот есть такое понятие в истории христианской архитектуры «домус экклесия». «Домус» — понятное слово, «дом», то же самое. «Экклесия» — тоже вам уже знакомое слово, «экклесия» или «церковь». «Дом собраний» — это одно или несколько помещений жилого дома, которые почти не имеют характерных отличий от обычного жилища. Для них обычно характерны небольшие размеры, и благодаря раскопкам мы можем себе прямо представить, как выглядели эти дома. Они были характерны для, опять же, для, в принципе, домостроения того времени. Вот в городе Дура-Эвропос раскопан храм третьего века, где, видите, есть внутренний дворик. Вспомните, наверное, какие-нибудь античные изображения, где обычно у дома есть внутренний дворик, есть баптистерий, место, где крестят новообращенных, притвор для катехуменов или оглашенных, это одно и то же. То есть они либо здесь стоят, либо здесь, может быть, здесь, скорее, стоят. Зало для богослужений — место, где сидит епископ. Никаких перегородок, естественно, никаких границ. Есть границы, есть с притвором, потому что оглашенные уйдут, с баптистерием, потому что крестят обнаженных, и, соответственно, чтобы другие не смотрели особо. Но при этом даже чинопоследования, наверное, были, что тех, кто прошел оглашение, их крестили перед значимыми праздниками. Вот в эту субботу, в Великую субботу, в храмах будет утром читаться 15 паримий. Помните, наверное, кто был? Длинные-длинные отрезы, когда читается много текстов из Ветхого Завета, практически на час длиной. Исторически это связано, с одной стороны, с воспоминанием Пасхи, с другой стороны, с тем, что, скорее всего, в это время крестили тех, кто готовился в течение Великого Поста, и дальше, после этого, их приводили в церковное собрание, чтобы они приняли участие в первой своей литургии. Отсюда это длинное чтение, и отсюда, после этого чтения, священники переоблачаются в белое, потому что крещение, символ обновления белого и так далее. Вот так выглядело пространство, абсолютно не так, как сегодня. Совсем другой строй. Следующие, наверное, два слайда сразу можно пролистнуть. Четвертый век, характерные изменения. Поскольку христианство перестает быть запретом, христианские общины получают право иметь свое имущество. Ну и, конечно, всегда удобнее для собрания иметь отдельное какое-то здание. Поэтому христиане начинают избирать для себя форму своего храма, своего места для собраний. Растет число участников, развивается чинопоследнее, что мы сказали, и возникает потребность в специальных больших зданиях. Казалось бы, что первое из этого... Что можно выбрать для этого здания? Ну, поскольку христианство творчески заимствует многое из языческого чина, переосмысляет в своем смысле, логичнее всего было бы приспособить античный храм. Там совершалось, мы теперь по-новому, с новым смыслом совершаем свое таинство. Следующий слайд. Однако христиане это не делают. Если вы посмотрите на устройства античных храмов, то они совсем не так устроены, как христианские. Причин этому несколько. Во-первых, неудобно. Обычно античные храмы окружены колоннадой, помните, и внутри какое-то небольшое пространство, порфенон какой-нибудь и так далее. Внутри пространство небольшое, мало света внутри, потому что, опять же, языческий храм не предназначен для большого количества людей. Там нет никаких собраний для каких-то действий. Это именно жилище Бога. Опять же, да, ориентирован вовне и воспринимается как жилище божества, а все-таки мы понимаем как место собрания. И поэтому, следующий слайд, христиане используют, опять же, обычное светское здание. Как мы уже говорили, да, светские названия для лидеров, светские названия для собрания, литургии. Светское здание используется для местных собраний. Базилика. Это одна из самых древних форм храма. По сути своей, это вот хороший пример, да, три галереи, три вытянутых галереи с обычным полукругом впереди. Оно использовалось, базилика, само по себе слово, да, оно отсылает нас к слову царский. То есть это, не знаю, МФЦ наше, короче, в определенной мере. Соответственно, христиане используют это пространство. В нем много места, удобно собираться. И именно так начинают строиться древние храмы. Следующий слайд показывает нам, как формируется древняя, постепенно формируется структура храма. Помните, я сказал, что вот в этот период, период 4-5 веков, начинают проводиться параллели между ветхозаветным храмом, который по сути своей сильно должен отличаться, по смыслу, от новозаветного и новозаветным храмом. Появляются три части. Нартекс, притвор. Там он начинает символизировать собой преддверие Церкви Христовой, некрещенный мир. Помните, мы смотрели, там было отдельное помещение для оглашенных. Ну и вот, собственно, он помещается обычно вот в этой части храма. Он достаточно большой, потому что оглашенных в ту эпоху достаточно много. Наос, ну или вот основная часть храма и апсида, которая впоследствии переформируется в алтарь. При этом алтарь, это тоже достаточно языческое слово, оно потом лишь войдет в христианство. Наос символизирует собой христианский мир, земную церковь, а алтарь начинает символизировать собой Церковь Небесную, Царство Небесное, Пещеру Рождества и так далее. Границы между некрещенным и крещенным миром есть, между крещенным миром и небом нет. Но чисто практически толпа народа не очень удобна, и поэтому иногда начинает появляться некая низкая алтарная преграда. Ну просто вот как сегодня в некоторых храмах стоят даже перед Агонастасом такие перегородки, чтобы священники могли спокойно выходить, проходить и делать, что им нужно. Следующий слайд можно. Там как раз, как раз сейчас на нем мы увидим, как эти алтарные преграды выглядели. Вот. Они иногда были просто низкие, иногда с колоннами, которые красиво завершали ее, но были просматриваемы, и совершенно было все видно, что за ней происходит. Но вот, соответственно, в 5, 6, 7, 8 веках в храмовом пространстве происходят следующие тенденции. Пространство становится, деление пространства становится все более четким и закрепляется символически. Появляется вот алтарная преграда, теряет свое значение притвор, потому что христиан, вот эта практика подготовки, долгой подготовки к крещению уходит в небытие, и, соответственно, нет уже потребности в том, чтобы притвор был большим, и мы сегодня знаем, что в храмах у некоторых притвор это просто такой закуток, где просто пройти и идти дальше. И форму храма все больше начинает определять символика, а не практика. Опять же, да, потому что развивается литургический чин. И дальше, дальше следующий слайд. В 9-11 веках постепенно на той преграде, которая была, здесь плоховато видно, конечно, но видно, что вот внизу, видите, все еще эта преграда вполне себе просматриваема, можно сквозь нее видеть, что происходит за ней в алтаре, но над ней, вот эта темная полоска, там иконы, над ней появляются иконы. Ну, потому что, мы говорили, да, церковь, литургическое собрание воспринимается как собрание вне временное, охватывающее собой все эпохи и всех христиан, соответственно, вот некое видимое присутствие невидимых, невидимых участников. Но, как бы, остальные наравне вот все смотрят. И иногда появляется еще над престолом, ну, там совсем вот не видно, к сожалению, на некий навес такой, киворий, который тоже символизирует собой иногда пещеру, пещеру гроба Господня, ну, в общем, больше символики добавляется в этот период. Но заметьте, да, еще вот 9-й и 11-й века, это время, когда христианство приходит на Русь, нет еще сплошного иконостаса. Это, кстати, очень хорошо заметно, например, вот в храме Покрова Нерли в Владимирской области, да, там сейчас, конечно, иконостас сплошной, но они все невысокие, и там, где сейчас стоят иконы, их не было. Ну, как бы, эти иконостасы, я, кстати, не знаю, Покрова Нерли, он, наверное, не древний, может, древний, не знаю точно. Но вот эта каменная часть, она просматриваемая, и на Русь приходят именно такие храмы, такое строительство. Следующий слайд. В 12-м, 17-м веках постепенно иконостас превращается в то, что мы знаем сегодня. Пространство алтаря окончательно ослабляется. Мы говорили, что вот как раз где-то в 12-м веке появляется завеса, в 11-12-м, и хотя завеса, она еще вот на этом низком иконостасе, а потом постепенно он начинает расти, 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 и дорастает до того, что сегодня в иконостасах бывает до пяти и до семи рядов икон, которые тоже выстраиваются определенным образом, вот не будем сейчас эти чины читать, украшаются крестом, ну, как бы это красиво, это символично, но если бы еще нижний ряд был прозрачным, было бы вообще идеально, потому что все-таки возможность видеть то, что происходит за преградой, это важная часть христианского богослужения. Ну и да, иконостас, соответственно, в этот период выстраивается в целостную художественно-богословскую систему. Следующий слайд, 18-19 века, основные тенденции в том, что художественные особенности эпохи начинают определять форму храмов, то есть какие-то течения вроде классицизма, барокко, барочные храмы появляются, соответственно, в светской архитектуре такая тенденция, она переходит в храмовую. Постепенно происходит размывание структуры храмового пространства, то есть уже, например, сложно бывает в некоторых храмах найти притвор, потому что, опять же, в нем нет никакой потребности, и архитектура эпохи не дает возможности его создать. И как думают люди того времени, они пытаются вернуться к истокам. Но истоки, конечно, они понимают еще весьма своеобразно, потому что недостаточно еще исторических источников, и поэтому, если я не ошибаюсь, как раз храмы такого типа, они считались более близкими к раннехристианским, чем те, которые сложились на Руси. Но мы сегодня понимаем, что это еще более далеко от ранних христианских, чем то, что было. Ну и последний слайд. 20-21 века. Особенности этого времени, то, что все христианское художество, все наследие становится доступным. Мы теперь представляем достаточной точностью, как выглядели храмы в разные эпохи, в разных регионах. Поэтому, с одной стороны, мы много знаем, с другой стороны, по-прежнему в это время часто происходит чисто механическое использование тех или иных форм храмового пространства, как, собственно, и тех или иных форм литургии. И также серьезно недооценивается иногда роль организации оформления храмового пространства, поскольку просто реплицируется то, что было, и все. Но подход к храмовому пространству как к некому творческому, он несколько иногда теряется, хотя сегодня, скорее, он уже снова возрождается. Вот это вот то, что важно было сказать о храмовом пространстве. И давайте, прежде чем перейдем к вопросам и обсуждению, скажем еще о том, какие чинопоследования литургии бывают, чтобы в следующий раз уже начать сразу знакомство с чинопоследованием. Самый распространенный у нас чин, и мы будем именно с ним знакомиться, литургия святителя Иоанна Златоустова. Сами понимаете, что литургия Иоанна Златоуста это 4 век, и, конечно же, чинопоследовательная литургия, оно восходит значительно более древним временам, и Иоанн Златоуст скорее выступает в качестве редактора. Редактора сложившейся практики, и более того, мы с вами говорили, что там в 6-7 веках появляется проскомидия, появляются там многие элементы. Соответственно, Иоанн Златоуст это автор вот скорее тех молитв, которые вы как раз не слышите, и которые мы прочитаем в следующий раз. Соответственно, он, литургия названа его именем, именно потому, что он отредактировал молитвы, литургии, которые сейчас стали тайнами. Вторая литургия, да, вы правильно назвали, святителя Василия Великого. Василия Великого, она длиннее, она совершается обычно великим постом, и в определенной мере иногда предполагают, что литургия Василия Великого, она сокращенная литургия Анатолуста, но взаимоотношения между этими литургиями оставим специалистам. Нам важно понять, что она, когда молитвы эти не слышны, практически идентично тому литургии Анатолуста, но как бы сами тексты достаточно сильно отличаются. Ну и редакция, соответственно, тоже 4 век. Еще одна литургия в нашем уставе служится, которая известна под названием больше литургия прежде освященных даров, служится как раз великим постом, сегодня будет служиться, вчера, завтра будет служиться. И она святителя Григория Папы Римского. Григория Папы Римского. Особенность этой литургии в том, что она не имеет молитвы благодарения. То есть, это литургия без Евхаристии. Что кажется немного странным, но учитывая, что Евхаристия это некое торжество, некий праздник, великим постом служится литургия без Евхаристии, соответственно, на дарах, которые освящались до этого на одной из этих литургий. И это литургия только с причастием, без Евхаристии. Ну и любопытно, что сегодня, как раз вот, благодаря нашему знакомству с древними чинами, мало в каких храмах вы можете встретить, но можно встретить и попытки возродить литургии, которые умерли. Понятно, что этих чинов было значительно больше в древней церкви. Мы говорили, в каждой общине чуть-чуть по-своему. И литургисты выделяют там некоторые группы, но вот сегодня совершается иногда еще литургия апостола Марка, апостола Марка, литургия апостола Иакова, вот это две литургии, которые более-менее сегодня в некоторых храмах возрождаются. Они возрождаются творчески с как раз попытки приблизиться к тому, как совершали литургию в IV веке, к примеру, именно когда перенос даров, это именно перенос даров, а не просто выход из-заход обратно и так далее. Но это редкость и там, не знаю, при Святом Тихонском университете наверное можно их встретить в Федоровском соборе в Петербурге их совершают регулярно, а вот это самые такие распространенные три чина. И мы с вами будем знакомиться с самой распространенной литургии Иоанна Златоустова, которая, как я уже упомянул, всего лишь под его редакцией и большая ее часть это то, что возникло позже Иоанна Златоустова. Соответственно, в следующий раз мы посмотрим быстренько на ключевые тексты и разберем ее суть. Вот на этом моя часть сегодня заканчивается. Какие мысли, вопросы у нас есть? Скажите, а вот плану строительства церкви, например, имеет значение высота отделения алтаря от основного храма? От основного храма, да. В некоторых храмах сейчас так делают. Где выше, где выше? Ну, история показывает, что нет, не имеет. То есть, исторически его вообще же не было. Поэтому тут высота иконостаса зависит от финансовых возможностей зачастую просто, потому что семь рядов иконы и один ряд икон это разные деньги. Но как бы имеет значение несколько вообще наличие этого. и есть сегодня храмы, где иконостас тоже отсутствует, есть низкая алтарная преграда и это как раз возвращение к той практике, которая забыта. Лично я оцениваю это как позитивное, хотя, конечно же, многие говорят о том, что это ужас, ужас, кошмар, кошмар. Вот если низкая алтарная преграда, это кошмар, да? Ну, некоторые, да, так считают. Но я, конечно, убежден в том, что напротив это хорошо, потому что все пришедшие в храм как бы должны видеть и слышать то, что в нем происходит. Это не нарушается вот таинство какого-то? Ну, вот видите, да, таинство, мы же говорили, что таинство, оно, по идее, же происходит как раз не в алтаре, а в собрании. Вот у нас с вами действительно сформировалось абсолютное понимание, что таинство происходит в алтаре и его совершают священники, и вот те, кто туда входит, они там особое кастство. Но, по сути, своей церковной историей богословия показывает, что таинство это таинство собрания, в котором совершается это благодарение, в котором совершается евхаристия, и поэтому как бы нарушает его скорее то, что у нас там присутствуют иногда те, кто не должен бы присутствовать, ну, вроде там, некрещенных, хотя это редкость тоже. Вот раннее христианство точно сказало, что это именно нарушение. Но сегодня открытость в этом смысле чуть больше, поэтому в общем и целом для христиан нет, не нарушается этим таинство. Скажите, что такое полтергейст? Это не русское название. Это что, сгусток или какой-то, что ли? Ой, я, честно говоря, я не знаю, что это такое, не этого слова. Есть такое. Ну да, просто в нашей традиции этого нет, поэтому я с этим не знаком. Я сейчас тему хочу. Значит, разбирали мистику, так? Вот мой брат как-то развелся с женой, и его, как говорится, душевное состояние было на нуле, вплоть до самоубийства. Вот, он пошел, ему там посоветовали какой-то знахарки, она ему пробила ауру, то есть аура это как бы защита, да, вот. И вот его стали донимать чертики, так. Действительно, вот, потому что из-под головы выкручивают или подболк рядачего. Есть такое, я не верю, что он не может врать. Ну да, здесь... Вот видите, вот он пришел к Богу, поэтому сейчас вот раньше меня уже, то есть он стал верующим. Вот только, наверное, по этому, что я... Ну да, здесь христианство просто опишется скорее другими словами. С одной стороны, то есть иногда это какая-то просто психофизиология, но в случае, когда психофизиология и там психологии это объяснить невозможно, то христианство скажет, что это некое сприкосновение с демоническим миром, который иногда приводит человека к Богу. Как вот ему не верить, поэтому и Богу это верить. Ты в дьявола веришь, если в дьявол есть, на самом деле. Ну да, есть история о том, как люди приходят через такое. Лично я, слава Богу, с таким не сталкивался, но отрицать я это точно не буду, потому что я тоже знаю людей, которым я не могу не доверять, которые абсолютно адекватные, абсолютно здоровые с точки зрения психики, что они рассказывали истории, как они уезжали из дома и потом вернулись, а у них дома все, что висело на стенах, лежало на полу, при том, что дома никого не было, ничего не было. Мне сложно это представить, но человеку я доверяю. Не по дивану стучали снизу ночью. Ну в общем, истории странных много. Вот как снизу по деревяшке стук-стук, даже как-то подпрыгиваешь немножко. Я себе, слава Богу, что я с этим не встречался, надеюсь, не встречаться. Да, ничего страшного. Вот он ложится с конечной шелы. пояс на себе с молитвами. Таким образом это не акцентный может. Да, у вас вопрос. Нет, это такой вопрос. Вы сказали, что про катакомбы, что христиане первого века не общались, не встречались в катакомбе. Скорее, да. Есть такой роман Гене Хасенкевича «Хам Агридеши». Да, знаю. Вот он написан в конце 19 век Мусульсу 120. И когда я его читала, потом просто искал, что он уверял, что он по документам поднимал документы и все это про апостола Павла. Если кто читал этот. Ну, да, я знаю эту историю. Но тут во-первых, 19 век понятно, что это другая наука еще. Во-вторых, то есть может быть какие-то отдельные случаи были, но катакомбы представьте себе это множество разлагающихся тел, которые все равно отравляют несколько пространств и воздух. Во-вторых, это душно и соответственно и, я так понимаю, исторических источников, когда как раз именно подтверждают, у апостола Павла точно нет таких источников, потому что его-то я знаю вдоль и поперек. Вот. В других ранних источниках я тоже не знаю. художественные, да. Художественные образы. Да, спасибо. Спасибо.